Молоко вдвойне вкуснее, потому что везут его прямо с фермы. В Чубаксарах появились первые молокоматы. Необычные аппараты установили в самых оживленных местах, в нескольких метрах от остановок общественного транспорта. По сути, такие киоски должны составить конкуренцию крупным заводам. Как горожане относятся к новшеству, узнавали мои коллеги. Молочные рейки из новых автоматов пока не потекли, и ячейки для бутылок еще пустые. Какое-то время аппараты будут работать в тестовом режиме. Но потом, если верить этой надписи, молоко здесь можно будет приобрести даже ночью. Это все равно, что купить чашку кофе. Кидаешь монету, и из крана льется молоко. Сюда оно поступает в обход перекупщиков прямо от производителя. Правда, к такому новшеству многие горожане относятся настороженно. Совершенно, мне кажется, не нужен. Зачем? Молоко? Да, молоко. Вы будете сами отсюда покупать? Нет. Ну, посмотрим, какая цена и какое качество будет. Надо вначале попробовать. А если будет хорошее, мы будем покупать. Сомнительно, что оно там будет долго храниться. И что оно не скиснется. Сомнительно. Не доверяем. А чему доверяете? Какому молоку? Из деревни. Домашнему, собственному. Цены на молоко варьируются с каждым днем. Автомат за один литр просит заплатить 25 рублей. Это дешевле, чем во многих магазинах столицы. Люди, торгующие молоком на улице, пока не боятся конкуренции. Говорят, что и цены у них не кусаются. И покупатели есть постоянные. На фермах все равно такого чистого молока не возьмут. У нас и дома теплая вода, и коровы чистые. Аппараты тоже привлекают потребителей своими плюсами. Молоко в них постоянно охлаждается. Внутри установлены специальные камеры. Стальные коровы в этом году появились во многих регионах страны. Правда, некоторые эксперты называют этот бизнес невыгодным. Продажи в автоматах других городов пока не превышают и 5% от всего молочного рынка. Хотя возможно, что к ноу-хау люди привыкнут. И молоко из автоматов польется, как горячий кофе зимой. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.